Здравствуйте, девочки и мальчики! Ой, а где же все? Почему никого нету? Так, вот, 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 еле донёс! Боялся уронить! Какая большая! Давай, давай, не могу! Вот, вот, я искал, искал украшение для нашей ёлочки и вот нашёл, нашёл вот такое большое чудо! Да, какое необычное! Ой, смотри, смотри, там что-то нарисовано! Давай посмотрим! Давай! Ой! Привет всем! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, здравствуйте! Привет! А мы, посмотрите, посмотрите, что у нас есть, что Гаврюша принёс! Ой! А что это такое? Там что-то нарисовано! Это я нашёл, да, я нашёл, искал игрушки для нашей ёлочки, а нашёл вот, видите? Интересно, что теперь с этим делать, а? А давайте, давайте повесим её! Да, точно, это же звёздочка! Давайте её повесим, она должна висеть! Она будет очень красиво смотреться! Давайте, пока нету Кати! Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, Катя, здравствуйте! Здравствуйте, Катя, здравствуйте! Здравствуйте, мяу! Привет, зверята! Ой, а что это у вас за сияние такое? Это... это Гаврюша принёс! Да, это я... я искал украшения для нашей ёлочки и вот нашёл это чудо! Мы её повесили! Да! Хорошо у нас получилось? Да! Мне кажется, что начинается чудо! Ведь это необыкновенная звезда! Волшебная звезда! Волшебная! Волшебная! Ух ты! Да! Рождественская звезда! Рождественская! Да! Давным-давно люди считали, что появление яркой звезды на небе говорит о рождении героя, который избавит мир от войн, страданий и несправедливости. Ой, так вот, оказывается, какую звезду принёс наш Гаврюша! А я и не знал! Я и не знал! Ох, какое... какое чудо! Да, поэтому более чем две тысячи лет люди постоянно вглядываются в бездонное небо и ждут появления рождественской звезды. Ух ты! А вера в Бога, рождённого под звездой, является главной опорой для всех людей, живущих на земле. И поэтому, когда мы говорим, что наступает 2008 год, мы добавляем от Рождества Христова. Ух ты, как интересно! От Рождества Христова! Значит, что вот этот младенец, который там нарисован, его зовут Христос, да? Мяу! Да, зовут его Иисус Христос, что в переводе на русский означает Иисус Спаситель, а Христос Помазанник. Катя, Кать, а скажите, пожалуйста, а что значит Помазанник? А раньше так называли царей, пророков и первосвященников. Но там ещё ведь нарисованы всякие люди в странной одежде и животные. Кто они? Злой царь Ирод узнал, что появление яркой звезды на небе говорит о спасителе людей и конце его злого царствования. Он послал волхвов, они были звездочётами, знали тайны звёздного неба, чтобы они отыскали рождённого под звездой героя. Вот этих волхвов вы и видите на картинке. Они принесли дары младенцу Иисусу Христу. Но возвращаться к Ироду они не стали, а ушли в свою страну другим путём. А Иисус стал защитником всех простых людей. А что мы можем подарить нашему великому герою? Я, я, я подарю ему свою дружбу. Ой, я тоже хочу подарить ему дружбу. И я тоже дружбу дарю. И я тоже. Да, зверята, вы правы. Наши дары ему – это вера, любовь друг к другу, помощь и поддержка. Чудо рождения Спасителя – это чудо рождения любви в наших душах. Значит, если мы будем дружить и помогать друг другу, это и будет подарком Иисусу Христу, да? Совершенно верно. А ещё в этот день вы можете загадать желания. И они обязательно сбудутся, если они добрые. Ой, а давайте, давайте скорее загадаем. Я загадываю желания. Так, 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 так. Я загадал желания добрые. Я загадала. И я, и я, и я. Подождите минуточку, сейчас, ещё чуть-чуть. Ой, а наша звезда засияла ещё ярче. Ух ты, правда. Значит, мы всё сделали правильно. Смотрите, смотрите. Теперь у нас настоящий волшебный праздник Рождества. Смотрите, наша ёлочка тоже зажглась огоньками. И ёлочка зажглась огоньками. Вот у нас и сказка, и волшебные звёзды. А зверятам в лесу, наверное, темно и грустно. Давайте позовём их в гости. И на праздник пусть тоже с нами порадуются. Мишка, какая ты... Ты правильно говоришь. Зверятам, зверятам ведь плохо. Давайте их позовём. Обязательно, да, позвать. Ой, смотрите. А наша звёздочка стала сиять ещё ярче. Значит, мы правильно сделали, что позвали гостей. Правильно. Ура. Конечно, зверята, вы правы. А вы, ребята, у которых есть ёлочка, подарки, сладости, тоже подумайте о тех, кому их не хватает. Давайте будем добрее, и тогда Рождество будет счастливым. Ура! Добрее нужно быть, и Рождество будет счастливым. Вот. А ещё у меня для вас есть рождественский стишок. Хотите его послушать? Конечно, конечно, хотим. Он, наверное, волшебный. Да, сегодня у нас всё волшебное. Ух ты! Январским холодным и солнечным днём Надеемся, верим, и чудо мы ждём. Оно совсем близко, и скоро придёт. Мы яркой звезды в небе видим полёт. Молитвы звучат в этот сказочный миг, И к нам обращён светлый Господолик. И в душах царят благодать, торжество, И с нами Христос, и любовь, Рождество! Ура! 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 Рождество! Какое замечательное стихотворение, Катя! Да, Рождество уже на пороге. Не забудьте загадать желания. Они обязательно сбудутся. С Рождеством! С Рождеством! Всего вам самого доброго, малыши!